привет друзья сегодня мы будем рисовать с вами новогоднюю картинку я буду рисовать в моем новом скетчбуке это jackson's и вот такая вот такую я выбрала бумагу по цвету да мы смотрели с вами на распаковке на этот альбом здесь темно-синяя и разные серенькие бумаги посветлее потемнее мы будем делать на вот такого плана серой давайте сейчас первый листик и и откроем вот вот на такой темно-серый мы сегодня будем рисовать можно также использовать коричневые оттенки мне просто хотелось попробовать именно в этом альбоме сделать рисунок чтобы все сложилось то есть будет jackson's у нас бумага и попробуем я ее еще не не использовала вот такую постельку тоже jackson's вот мы ее еще не тестили даже с вами практически да на распаковке чуть-чуть посмотрели цвета у нее вот такие довольно яркие насыщенные посмотрим можно ли с вот такими базовыми оттенками сделать довольно сложный натюрморт хотела сказать но нет композицию в общем до снежинки и вот это все и положила для новогодней атмосферы давайте начнем можно наметить все карандашиком можно наметить и мелочком давайте попробуем я попробую прям построить всю работу у нас на на мелках так можно беленьким или можно можно даже сером давайте попробуем как они будут себя вести то есть принципе у нас обыкновенная бумага и такие же простые мелочки сейчас чуть-чуть нам свет поправлю чтобы он более такой был не не отсвечивал мне кажется так давайте посмотрим давайте тогда так и мы с вами намечаем у нас композиция состоит в основном из трех таких шариков до самый главный у них это центральный который мы с прорисуем остальные мы сделаем более такими размытыми на дальнем плане сверху нас останется пространство сделаем эти гирлянды светящиеся огоньки может быть немножечко и скомпонуем ближе к центру чтобы это выглядело интереснее я здесь на какое-то время до прикреплю нам reference и также он будет по ссылочке в описании чтобы вы могли в хорошем качестве скачать и рисовать и так я намечаю снег бумажка вы помните у меня не очень большая по размеру это 20 до на 25 по моему вы можете взять похожую или а4 здесь уже на ваше усмотрение можно чуть-чуть переработать композицию сейчас я буду такой поисковой линии думать как мы все это выстроим мне хочется сделать шарик наш покрупнее немного до сразу ребят которые за ним ставим ну меньше соответственно потому что этот у нас ближе он будет крупнее эти меньше ой кстати увидел там еще четвертый шар так примерно такого же по размеру можно сделать вот этот и поговорим кстати с вами еще о самой композиции да насколько вообще правомерно нам что-то в ней менять мне кажется что да потому что многие фотографии которые мы используем они могут быть не идеальны до для рисунка например вы видите сюжет как-то иначе хочется что-то переделать почему бы и нет мне кажется это все будет вполне естественно заодно посмотрим кстати на черный оттенок потому что затемнять нам нужно будет и с черным и с коричневым посмотрим как они себя ведут но вижу что довольно мягко на самом деле все это происходит хорошо растушевывается мне кстати нравится вот эта фактура когда такая сеточка да обычно немножко другая фактура похоже на акварельный распространенная у обычной такой пастельной бумаги здесь вот это вот перекрещивание в принципе довольно мило так видите я бы так более крупно наметила шарики здесь пойдут у нас вот эти гирлянды тут такой снежок снежок немножко больше я вот здесь оставила пространство чтобы шарик выглядел лучше очень легко конечно все это и стирается да и там и пальчиками клячка если что вы можете подобрать так будет у нас такая быстрая новогодняя зарисовочка с вами здесь я специально оставила местечко не только для снежинки да но и буду складывать мелочке так как поступим да когда наметили давайте мы начнем с фона с того что находится сверху заодно немножко разрисуемся и потом приступим уже к шариком на переднем плане да саму гирлянду то есть вот эти огоньки которые светятся их сделаем давайте их сделаем позже расскажу как сделать чтобы они прям блестели были самыми такими яркими яркими потому что они наверное самые и это сам самый яркий цвет да уже потом идет снег да потом какие-то здесь блестяшки и так далее красиво еще обратите внимание что есть такой оранжевый отцвет вот это добавим и такой довольно теплый можно сказать шоколадный оттенок у фона поэтому да можно было и коричневый по сути бумагу тоже брать кстати цветов здесь ну будем исходить да из того что есть из набора все-таки коричневый явно не подходит да мы будем его скорее всего смешивать и с черным его с таким это я как-то себе специально усложняю задачу я такое очень люблю так начну с того что разделю на вот эти досочки которые у нас там идут единственно сделаю их наверное не так не симметрично в общем чтобы интересно было давайте вот так вот таким образом и с помощью черного мы сможем еще тут что приятно поначалу конечно есть вот эти уголочки с ними можно работать острой стороной вот так а широкой уже ну да тут конечно придется нам с вами чуть-чуть гирляндочку закрасить но не страшно зато мы сейчас определимся где будут шарики а где будет фон черным цветом делаю потому что хочу затемнить поверхность фона вот такой прям широкой стран страной веду заодно и какая-то там уже фактура дерево образуется здесь будут идти два шарика которые там вдалеке можно сделать уже до какой-то намек сейчас похоже на на кокосы кстати вот эти штуки так фактуру дерево да почему бы нет какие-то там вот сучки полосочки можете наметить как ли не идут так все хочу обратно чтобы аккуратненько так положить это пока что да давайте попробуем что сделать добавить такой теплый оттенок ну довольно твердый кстати они тут конечно ничего не скажешь я думаю сейчас да получится ли нужный мне цвет если я вот этих ребят вместе перемешаю но в принципе да в принципе да давайте попробуем растушевать если бы это было экстра мягкая постель да то все было бы совершенно иначе сделаем еще с вами сюжете потом на можно знаете что сделать мы возьмем ту же самую бумагу а мелки мы возьмем сенелье который у меня набор и посмотрим это будет битва пастелей ну слушайте такие наборы тоже нужно кто-то же должен это проверять правильно мне кажется не так все плохо так но еще конечно усложнял задачу что бумага не черная там не темно-коричневая такая ну ладно хотя кстати ничего так он смотрится вот этот оттенок коричневый кстати что удивительно сейчас черда он знаете это прям хотя я хотела сказать что он как будто мягче чем черный и коричневый коричневый я имею ввиду этот красненький так ну что вполне себе миленько интересно еще насколько я смогу вот так вот глубоко погрузить пастель до слои то есть видите уже да уже вот эти моменты здесь скапливается вот эти вот крошки пастельной так есть задача у меня чтобы уложиться в получасовой рисуночек но не уверена я конечно что получится мы попробуем с вами так 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 ну ну ничего ничего так что сейчас делаем дата я могу долго вот на этом застрять фон все-таки должен быть у нас такой довольно мягкий краешки там чуть-чуть на как-то растушевали давайте обозначим собственно как там идет гирлянда так вторую как-нибудь ее прям вот так вот вот так вот его видео покажем что она тут поворачивает пока что много это деревце похоже здесь сразу можно уголочек какой-нибудь чуть-чуть затемнить серым я добавлю светлой области так у чуть подсветим гирляндочку и насчет огоньков да то что я вам говорила их предварительно чтобы поместить вот этот яркий цвет туда конечно эти участки можно чуть-чуть выбрать с помощью ластика или клячки мне кажется я не дотянусь сейчас до моей клячки так давайте я подул чуть-чуть убрала слой пастели он туда улетел так теперь теперь попробуем сделать вот эти огоньки которые красно такие вот светящиеся сейчас мы выберем местечки сначала подготавливаю красно-коричневым то есть чтобы свечение было да вот такое тут где нибудь потом будем постепенно делать еще еще более яркие цвета использовать давайте вот здесь будем тестить красный мне интересно вот как бы смогу я его туда вбить вот в этот слой до попробуем так и здесь вот так вот оранжевый теперь берем и на оранжевый будет у нас куда ты вот это да не туда поместил ну а ну так сделаем вся надежда у нас будет на оранжевый мы попробуем сделать яркие яркие огоньки ну ну вот и все это вся яркость представляете поверх вот этих слоев конечно вау-эффекта такого прям не получается но более-менее конечно да но все-таки они твердые мелочке что тут сказать будет легкое свечение у нас так здесь вот эти веточки на которых держатся огоньки тоже хочу добавить красного чтобы на него вот этот оранжевый прям туда вот уголком я его стараюсь поместить вот но вот этот видите я постаралась он конечно стал все-таки более ярким здесь тогда можно еще чуть-чуть ну вот на острую сторону все спасение так что еще можно до можно пройтись по вот этим и с таким сильным нажатием как точечки такие жирненькие ставим тогда действительно они будут больше больше гореть но тут нужно вовремя остановиться то есть вы делаете это нажатие вот так вот и как бы уходите иначе если пойдет растушевка во все стороны то вы где-то доберетесь до бумаги да и эффект он будет более мягким а здесь он прям ну ладно это тоже чуть смягчем а здесь он уже больше загорается ну что в принципе неплохо да получилось какое-то свечение сделать я боялась что этого не будет расставлю остальные огоньки немножко я ну отхожу до от референс и такое бывает если вот такие зарисовочки делаем я просто смотрю где мне хочется именно на моей работе их поместить вы тоже можете так делать можно побольше огоньков сделать какие-то вот будут видны из-за проводков как назвать эту гирлянду да давайте смотреть что у нас за такой яркий лимонный секрет свечения до огоньков в том что вы начинаете с более темных например там красный оранжевый оранжевый более там желтенькие золотистый оранжевый потом какой-нибудь лимонный как у меня сейчас и в конце завершаете все это белом то есть в серединке в самом самом центре у нас должен быть белый и тут конечно должен быть мягкий у меня это не совсем тот случай но я стараюсь я стараюсь уголочком так вот оставить яркий белый цвет так и я потом добавлю туда еще немножко персикового оттенка чтобы цвет был не такой прям желтушный а персиковый я добавлю как бы по по краям просто обводя кружочки и видите он более такой сразу мягкий более нежный не такой промо желтенький так хорошо хорошо так я думаю если что мы еще с вами к фону вернемся давайте займемся шариками вот которые вдалеке у нас их тоже можно пока что так вот довольно широкими движениями рисовать до сильно не прорисовывать нам подойдет кстати вот такой бежево охристый оттеночек я добавляю оранжевый вместе с охрой и делаем самый-самый дальний шарик его чуть-чуть ну даже не чуть-чуть так нормально растушевываем давайте подумаем как мы будем делать вот этот он такой как бы с напылением да если вот этот гладкий и вот этот по ходу тоже гладкий эти у нас ребята с напылением по цветам я сразу намечу где тень по тону просто с вами разложим сейчас посмотрю вообще круглый он или нет потому что я чуть-чуть ну с неудобного ракурса смотрю сокращение так все проверю вроде ровненько здесь у нас пойдет пойдут темненькие участки такие цвет нужно будет нам конечно под изменить не подходит этот коричневый его нужно темнее но у нас есть черный мы сейчас вот таким образом тенюшку обозначим я даже чуть-чуть зашла на тот шар но мне главное чтобы у этого форма оказалась ровная и сюда мы наметим светлые участки тут кстати можно и чуть-чуть хитрить где-то оставлять фактуру потому что она будет немного напоминать вот это вот напыление да так 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 и если есть карандашик у вас подходящий вот этот контур можно карандашиком сделать я хочу попробовать вот только просто этими цветами поэтому считайте я себя ограничиваю так это я обвела шарик который к нам поближе но тогда чтобы было понятно где у нас вдалеке 4 мы его слегка за оранжевим а сюда от этого контура я чуть-чуть тоже выведу светлый чтобы было понятно что полосочка это относится именно к нему также рефлексик делаем вот такое снизу да конечно прям какой-нибудь карандашик у меня просится но так круглый ли он ну практически да ой давайте вот этот еще так сейчас его вытащу иди сюда вот этот вот этот посмотрим давайте сравним более желтенький такой в принципе нормально неплохой кстати этот что это здесь за такие пимпочки да это вот такая вот как на этом до основание для для того чтобы повесить потом этот шарик с более светлым вот на участке на светлые добавляем блики по серединкам можно подраставить точечки причем поставьте где-нибудь обязательно самое такое и ярко так и там есть такие прям красивые как оранжевые на переливы и поэтому обязательно чтобы были какие-то темные участки иначе вся эта красота светящиеся светлые не сработает да то есть светленький будет хорошо виден именно если есть какая-то темная подложка так капельку вот сюда оранжево просто мне хочется чтобы темный цвет был потеплее от у меня он очень холодный тут ориентировать ориентируйтесь на бумагу на которой рисуете потому что она все равно в какой-то степени будет просвечивать и будет менять цвет который получается какие-то огоньки совсем не яркие да я заметил у меня видите все таки он туда не не попадает но дает возможность этот мелок ставить только вот такие как бы острые блики ну будем справляться так еще можно огонечков рядом так его вот этого шарика шарика можно пока оставить давайте перейдем вот сюда здесь делаем немного по-другому шар который справа который гладкий я хочу его все таки по заглаживать поэтому на светлые его стороны да то есть здесь и вот тут такой кружочек я добавляю белый белым я как бы перекрываю фон вот так вот фончик перекрываю и вторым цветом мы закрасим пока более темные участки это будет такой наш первый слой потому что он все-таки гладенький можно его покрутить еще чуть пастели нанести вот так по кругу до чтобы его сгладить чтобы он прям как шарик у нас получился дальше проверяйте чтобы был ровный тут можно ну не все в итоге сглаживать только до такой степени чтобы сгладить ячейки бумаги чтобы она не светилась очень сильно и все намешаем теперь красивый оттеночек светлый здесь я возьму тот же тот же такой бежевый вместе за белым есть у него такой холодный как раз отлив до этого шарика здесь будет неплохо работать именно бумажка моего оттенка на вот такой коричневый тоже в принципе похоже мы его добавим я выхожу немножко здесь прям сознательно за границы я черном потом это тоже немножко поправлю добавляем вершиночку у него так вот здесь да она будет перемешиваю с черным и поставим яркие акцентики такие это прям острый стороной мелка можно сказать так сильным нажимом еще какие-то светящиеся блики находятся наверху основания хороший вот этот цвет мне понравился так и по контуру чуть-чуть пройдемся с правой стороны тоже добавляем и там есть рефлексик рыженький дам поэтому смотрите где у вас какие огоньки находятся и рядом добавляйте соответствующие брики чтобы шарики он осветились кажется что он какой-то чуть-чуть сплюснутый дам сейчас доделаем тут конечно очень сильно будет помогать черный цвет потому что он нам позволит скорректировать форму вокруг главного нашего шарика пока сильно с черным не работаем да но стараемся а вокруг этого можно как бы контур такое делаем чтобы его выделить и осторожненько буду его форму поправлять самым вашим небольшим пальчиком можно растушевать и сделать более плавную ровную границу у шарика и остатками того что на пальчики мы уводим вниз этот шарик то есть добавляем тень и он у нас будет более кругленький автоматически блик тоже будет смотреться более ярким из-за того что светлые участки они теперь рядом с темными чуть-чуть вот так вот скругляю рефлексик какой-нибудь яркий яркий красивый так ну что хорошенький да довольно глянцевый он получился что тут у нас справа справа кстати очень яркое свечение смешаю несколько оттенков тут можно оранжевый какой-нибудь бежевый но все равно чуть-чуть буду растушевывать потому что это у нас краешек листа и чтобы там цвета были помягче если тень у вас черная очень глухая по цвету можно добавить туда яркого например вот этого красноватого оттенка так отлично отлично краешек шара чуть-чуть я проработаю с коричневым и сейчас смотрите какая тут история выходит чтобы вас такого не получалось но сейчас объясню о чем я то есть непонятно что светлее что темнее но на референсе в принципе у нас наглядно читается что за шариком справа там светлее это значит что вы эту сторону смягчаете немножко затемняете у шарика и добавляете светлого цвета вот сюда то есть чтобы вся поверхность которая справа она выглядела более светлой и за счет этого за счет светлого контура у вас тоже получится более четкий шар то сейчас посмотрю как он у меня по ровности его тут просто в чем сложность что довольно яркие и светлые цвета находятся сверху да то есть сверху вы можете еще поставить этот блик но потом выходите на какой-то уже более темный цвет так долго что-то я с этим шариком да немножко золотистого можно добавить я что-то все беспокой что он не очень ровный ладненько давайте следующий следующий наш самый главный шар он в такую как крапинку да вот это напыление у него присутствует но перед тем как мы это сделаем мы давайте наметим кстати одна из сторон очень так поцарапывает но не очень поцарапывать бумагу располагаю в участке тени там где они находятся на шарики он нам будет таким образом проще найти его круглую форму на участке справа слева пока не заходим и делаем подложку смотрите какой цвет подходит я бы такой более желтенький бежево-желтый возьму закрашиваем светлые участки принципе можете вот эту первую подложку сделать и намешав туда разные цвета в зависимости из тех которые да у вас есть которые подойдут чего такого персикового добавлю так найдем более менее чистый пальчик и растушуем здесь я предлагаю все-таки нам с вами этот шар по растушевывать просто таким образом с помощью подложки он будет ярче становиться на черный я добавляю красный чтобы у меня в итоге получился теплый оттеночек коричневого добавляю его еще слева и пальчиком перемещаю вот этот цвет можно даже пройтись по кругу чтобы форму уже определить до посмотреть где нам добавить где убавить и так далее основание у него темная да то есть именно не тень сама падающий да не не соприкосновения шарика с поверхностью а именно сама довольно такой плотненький поэтому добавляю туда черный можно перемешку с коричневым чтобы его опять же сделать более таким благородным чуть-чуть чуть-чуть вот так растушевала так я думаю сейчас давайте сделаем все-таки его вот эту пимпочку как это называется штука вообще есть какое-то наверное название серьезное не просто так у кого карандашики под рукой прорисовывать и карандашиком я пока сделаю вот так вот мелком принципе в такие блестящие моменты рисовать не очень сложно потому что тут главное контраст то есть чтобы у вас было относительно тоненько да все прорисовано и добавить яркие блики у меня уже там была желтая подложка от шарика который сверху поэтому я просто добавила белый да и получился яркий блик аккуратненько с вот этой вершинкой как раз за которую вся эта история крепится так чуть-чуть добавляем контуров вот особенно с правой на стороны я вижу там есть такая необходимость здесь теперь два варианта во первых вы можете использовать фактуру бумаги если она у вас такая как у меня хорошо если она немножко другая да как такая акварельная с ячейками круглыми то тоже можно потому что вот этот цвет который сейчас у нас на шарике на светлых участках да вот тут я имею ввиду он все равно достаточно темный это значит что мы будем добавлять слои это начнем поверх и нижние слои скажем так они будут чуть-чуть просвечивать вот здесь например это будет видно поэтому вы можете первые такие осветления добавить просто легко касаясь мелком поверху 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 как на бумаге вот так и это будет давать нам уже какое-то впечатление о том что у нас такой фактурный шарик с напылением сейчас мы его сделаем очень ярким с вами остальное да мы сделаем такими крапинками точечками это еще я просто поверх наношу особенно уделяйте внимание серединам светлых участков да то есть вот у нас если идет кусок светлый самый светлый у него это будет его середина это характерно для всех круглых предметов только тогда они будут действительно круглыми шариками то же самое с яркостью тоже выбираете середины вот этих участков так давайте теперь больше больше яркости и бликов я возьму белый и с ним буду ставить такие точечки можно сказать да так на самом деле не обязательно нам все ставить в точках если вы даже хотя бы несколько покажете то уже будет больше объем чека особенно особенно нам давайте такой желтый на темных участках это будет намного лучше заметно и конечно это зависит от мягкости ваших мелков очень яркие очень мягкие пигментированные они будут сразу оставлять эту яркую линию но и не линию точку но линию тоже здесь придется какое-то усилие все равно приложить но на с вами новогодний такой тестовый вариант у меня во всяком случае сегодня вот так вот несколько точек проставили можно разные сочетания использовать не обязательно один желтый если есть выбор да то почему бы нет принципе вот в этом наборе сколько здесь 24 до цвета получается уже как бы здесь есть выбор и по совершенно такой смешной цене он был а мелкие в принципе твердые это с одной стороны минус другой стороны плюс хватит на на более долгое время например мой набор сенрии который мягкий экстрасофт который ручной работа мелки там когда делаешь фон если ты берешь этот мелок и закрашиваешь фон ту раз половины мелка уже нету как-то все это так жалко поэтому я как делаю да если крупный фон обычная мелками ну хоть принципе это можно может быть не взять на вот такие может быть и рембрандт например дальше вам нравится он были твердый все равно вы им закрашиваете растушевываете все гладенько и потом добавляете нюансы цвета уже вы так у с пальчика просто с яркими пигментированными мелками и получается очень очень логично я добавлю здесь желтого с вашего позволения там конечно его не так много но дело в том что он из моей коллекции один из этой коллекции джексонсон один самых мягких поэтому именно с ним точки как-то поярче выходят но мы и введем оранжевую чтобы очень желтенький шар не выходил так еще немножечко вот так вот мы поставим поставим точки вроде бы вроде бы ничего до шарик единственное темноват теперь кажется она темновато середина поэтому сюда также можно добавить рыжего будет очень неплохо она добавляйте с умом скажем так потому что вот этот кусок например нижний темный низ действительно темным у него остается что касается левой и правой части там действительно есть светлые оттеночки по краям стоит пройтись все-таки еще более внимательно прям вот так вот проходитесь чтобы контур был четкий у краешков шарика так яркий какой-нибудь моменте сейчас вот здесь вот сюда чтобы заблестел ровно ли у меня это пимпочка помню очень как-то на вышло так ладно так 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 вышел какой-то не намного он больше чем вот этот давайте сейчас быстренько что сделаем я вот этот немного подрежу чуть-чуть он будет более стройненьким и не будет казаться большим так 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 теперь 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 пока его тоже оставляем делаем мы с вами вот такими горизонтальными штрихами говоря о том что это у нас дерево ровненько дерево добавляем коричневые красные можно все то что было сверху шарами осторожно бумага если у вас коричневая может светиться где-то оставаться для яркости бодрости стола чуть-чуть так что я двигаю это чуть-чуть ярких участков красненьких ну понятно чтобы стол был у нас аналогичен да сверху снизу сюда еще можно теперь подобраться вот так вот так вот так чуть-чуть черного коричневого сейчас тоже все это дело растушуем поставим наверно их тяганьки дать сначала снег снег который на дальнем плане вот этот мягкие такие пятнышки нам нужно поставить будем смешивать кстати серый как-то разрисовался помягче стал белый как-то не особо идет серый белый перемешиваем вместе нам не нужен ярко-белый в принципе у меня это не получится тут может она неплохо вот так 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 можно даже чуть-чуть где-то его так подтушевать так давайте снова проверять круглый шаром в круглый шаром так так огоньками если шар кривой можно всегда прикрыть огоньками сделаем основу под снежок на переднем плане здесь меня чуть меньше будет кусочек наверно или я дерево очень это стол до высоковат сделал сейчас переместим так доводим вот где-то до сюда снежочек тоже можно сначала слегка сером потом добавляем белого перемешиваем я думаю что снежок мы с вами покрошим и и поместим припечатаем его немножко так вот так вот подошли аккуратно к шарику на переднем плане чтобы выделить снежок здесь нам нужно будет еще немножко добавить черного просто для контраста да иначе это не сработает так вот так так проверяем ровность вот этого шара уточняем контур снизу так вот этот вот кусочек нужно с ним что то что то сделать давайте мы вот так вот схитрим чуть-чуть пройдемся светлым и дальше добавим коричневый чтобы там где темный участок у шарика был вот такой вот светленький у стола а тут тут можно еще черного добавить так сделали сделали ленточку вот эту завязочку я добавляю коричневый потом желтенький яркий если туда еще поместится яркая полоска белого будет хорошо будет еще более светящийся так немножко сюда еще просится рыжий огоньки и потом будем крошить с вами снег огоньки сделаем подложки и вот из таких розово розово-рыженьких здесь можно тоже какое-то свечение добавить добавляем в серединке этих розовых участков оранжевых белый чтобы он светился если светится плохо добавьте немножко желтого желтого какого-нибудь яркого вроде лимонного еще что точно стоит сделать на снег легкие теплые свечения да потому что все у нас атмосфера вот теплые теплые так и поэтому розовых оранжевых всех этих веселеньких цветов можно добавить так если огоньки у вас как-то плохо до до сих пор светится что вы можете сделать его можете на каких-то участках не обязательно на всех просто рядом добавить затемнение да то есть вот например вот у нас огонек если он не не яркий вы берете добавляете еще рядом темного чего того же черного или коричневого так так давайте теперь будем делать снежок я предлагаю нам его да как я говорил покрошить то есть берем с вами резак и вот эти вот два участка передние раз два мы вот так вот как бы начищаем мелочек твердо хорошо кстати мелки для этого подходит вот так сейчас буду показывать вам как получается сразу волшебство да таким же способом по желанию да вы можете могли бы сейчас чем это уже можно с вами сделать и какие-то участки на шарике мы тоже чуть-чуть добавим так будет поэстетично смотреться поэстетично смотреться держите довольно близко мелок ножик да чтобы вы управляли да куда у вас идут вот эти снежные потоки ну а потом можно будет и чуть-чуть попередвигать я покажу как можно будет до того как мы это припечатаем передвинуть поэтому мы сделали с вами легкую подложку чтобы где-то у нас сами по себе образовывались тени так давайте смотреть ну в принципе да вот этот верхний участок я туда буду добавлять еще потому что я хочу там больше света больше объема я прямо так прохожусь то же самое здесь если видите что где-то нужно добавить полосочку света вы прям так полосочкой страны в сторону и идете еще немножечко можно на переднем плане чем выше вы будете поднимать тем более хаотично будет разлетаться снежок немного вот с правой стороны так и давайте давайте теперь мы на шарике тоже немножко это попробуем вы попробуете и решите хотите так добавлять или нет я вот немножко накрашу и покажу вам результат вот так он выглядит с желтеньким предлагаю вам здесь несколько разных цветов смешать но чтобы это не выглядело что там такой же белый да с напылением как на нашем снегу советую только на блике это сделать вы можете посмотреть как у меня это выглядит и решить нужен ли вам такой эффект и на шарах чтобы шар тоже снежный у нас особо-то не получился что касается вот этого да как бы кажется что вроде на него нам нужно добавить но здесь это если делать то очень осторожно опять же намешав какие-то сложные оттеночки вот так счищая белый можно там под конец буквально в серединку и потом здесь вы просто пальчиком можете его как бы вбить туда это для того чтобы очень большой слой там не оставался так как есть там яркие участки да можно и там чуть-чуть чуть-чуть оранжевого покрошили чтобы было ощущение этого свечения на нем так ну что практически волшебство что касается и каких-то участков где свечение где огоньки тоже можно сделать но здесь здесь нужно аккуратно делать именно по серединкам потому что иначе она разлетится можно будет конечно потом собрать в центр на цвета могут попасть светлые на темные участки где не нужно и тогда будет не очень красиво то есть прям деликатно деликатно вы это делаете я решила добавить туда желтые просто чтобы он был как-то поярче ну чтобы разные оттенки тоже присутствовали а белый старайтесь добавлять серединку желтого по возможности да насколько будет получаться получаться так мне кажется очень неплохо чуть-чуть я хочу сделать покраснее участок фона как-то он очень серенький мне кажется я хочу больше туда ну что мы добавили свечение на огоньки до добавили белого вот сюда на снежок и желтенького и чуть-чуть белого уже на желтый мы добавили на светлые участки на шарики на ближнем и видите где-то там рыженького на дальний потому что там есть такие свечения отлично теперь теперь когда вы на все участки где нужно добавили вот эту вот насыпь чуть-чуть рыжего я вот сюда ввела и красного чтобы было больше свечения чтобы теплее казалось дерево на дальнем плане наш фон и сейчас мы будем это вот так вот запечатывать понадобится обычная бумага можно калька я возьму вот такой белый листик у меня рядом лежит прикрываю всю эту красоту и теперь нам нужен будет карандаш карандаш что-то круглое что-то круглое чем мы будем придавливать я просто еще рядом если у меня карандаш можно и вот например да у меня есть поверхность ножа но главное чтобы она была гладкая резаком тоже можно и вот так вот ровно да то есть одной рукой вы держите 2 тихонько начинаете приглаживать особенно конечно те участки где вы знаете что там особенно много насыпали всего где снег например а тут главное не перестараться то есть здесь должна быть золотая середина если слишком сильно будете вдавливать вы сможете даже какие-то полоски оставить если будете давить слишком слабо то не припечатается хороший ножик мне нравится этот посмотрим кстати оставить нам полоски принципе такое возможно давайте смотреть что тут ух ты как интересно снег припечатался смотрите что скажете ну по моему любопытно довольно вот копия пожалуйста нашего так сейчас будет смертельный номер я попробую дунуть и все это сдуть нормальненько все держится все держится вот это особенно классно получилось тут будет немножко выглядеть иначе не так как вы это сделали но все равно классно мне кажется отличная работа у нас с вами вышла работу подписывайте как я же сделаю это таким мелком ну давайте вот так да и что ж такая работа будет как неудобно отличным подарком для ваших любимых на новый год я думаю почему бы нет мне кажется интересный опыт сегодня получился спасибо за внимание что рисовали вместе со мной если есть какие-то вопросы пожелания комментарии обязательно их оставляйте ниже спасибо большое друзья и пока пока